Дорогие друзья, привет всем! Это совершенно внезапная запись. На самом деле, за два часа до нее я еще не знал, произойдет она или нет. Слева и справа от меня сидят на самом деле знаменитые люди, гораздо более знаменитые, чем я. Слева, ну для вас справа от меня, сидит Кирилл Андреевич Сухов. Я правильно все сказал, да? Да. Кирилл, привет! Ну я думаю, что все знают, что это Кирилл. Но если вдруг кто-то очень темный, то Кирилл это руководитель сборной России на международной олимпиаде по математике. Я даже выговорить не могу, хотя я не привычал. Вот. То есть, это человек, который нам два раза... Который, как я вчера во время тоста сказал, вытащил нашу сборную за волосы и даже за, может быть, другие места. Из болота и поставил на достойное место, в котором нам уже там, в принципе, вполне хорошо находиться. Вот. Поэтому сегодня будет разговор с Кириллом. А также справа от меня и слева с точки зрения вас. Георгий Вольфсон. У тебя поучество я даже не знаю. Игоревич. Игоревич. Георгий Игоревич Вольфсон. 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 Георгий Игоревич. Там, по-моему, заслужен учитель. Лет через 20. Ну, в общем, мне даже как бы... Я немножко даже рабею. Но мы поговорим. Мы... Запись происходит в Майкопе. И мы собрали лихорадочно за два часа собрали со всех источников вопросы от публики. И часть вопросов мои. Ну и первый вопрос, который мы сейчас будем обсуждать, это что такое олимпиадная математика. Вот такой вопрос был задан. Я подумал, что это вопрос хороший для задравки нашего разговора. Вот, Кирилл, как ты ответишь на этот вопрос? Что это такое? Формально это задачи, которые предлагаются на математических олимпиадах. Вот так, да? То есть капитан очевидность. Это формально, да, капитан очевидность. Но если ты начнёшь более чёткое определение давать, ты его не дашь, потому что у всех оно своя, своя олимпиадная математика. Кто-то считает задачи ЕГЭ тоже олимпиадной математикой, если мы говорим про последнюю задачу. 19-го? Да, да, хотя он, как по сути таковой, более-менее не является, на мой взгляд. Ну, там, с точки зрения международных олимпиад всероссийских, как бы, ей немножечко далековато. А ты сам как думаешь? А вот я сейчас спрошу вначале Георгия, а потом скажу. А, ты отмасываешь. Не-не, я скажу. Для меня олимпиадная математика – это математика, которая не школьная, которая минимально алгоритмизуется, то есть это некий набор задач, в которых требуются именно какие-то мыслительные усилия, а не, там, выучка, что называется, в первую очередь. Вот. Но я с Кириллом абсолютно согласен, что вот четко сказать, вот эта задача олимпиадная, а вот эта нет, я, наверное, не берусь. Про некоторые готов сказать. Нет, ты можешь сказать, что это точно не олимпиада. Ну, вот, наверное. Это точно олимпиадная. Есть огромный пласт задач. Но есть какие-то такие средненькие, да. То есть факт остается фактом, что в школе большинство задач – это вот задачи, в которых вот есть, смотрите, примеры, вот теперь давайте поменяем числа, и вот это решаем. Для меня это не олимпиадная задача. А олимпиадная задача – это какой-то вот новый вызов всегда, да, какая-то не совсем стандартная история, где тебе нужно чего-то придумать, найти какую-то аналогию, вот что-то такое. Вот я на самом деле присуммирую. Это все верно, и я даю всегда такой ответ. Олимпиадная математика – это то, к чему крайне сложно подготовиться, потому что мастера-составители, задачный композитор, делают все, чтобы невозможно было подготовиться к следующим задачам, которые они выдумывают. То есть это как бы такая, если к олимпиаде можно подготовиться, то она уже идет в сторону школьной математики. Вот для меня так. То есть это какая-то неожиданная задача. Совершенно непонятно, как ее решать на входе. Вот мне 47 лет, я пролишал там несколько тысяч задач в жизни, безусловно. И если я вижу задачу, которую я просто не понимаю, как решать, то я ее признаю за олимпиадную. И отношусь, соответственно, к олимпиадной математике. Ты врешь. Да? Да, тебе 46 все еще. Ну, когда смонтируют, думаешь, что через три недели... Знаешь, пока ты говорил, мне видение было, что олимпиадная математика – это задачи, а школьная математика – это примеры. О, отлично. Слушай, отлично. По-моему, очень хорошо. Ну, дальше будет вопрос, что такое задача, что это пример. Ну, ладно, да. Но больше, честно, людей понимают. Это можно принять как определение. Вот. Ну, а теперь я хочу, собственно, расспросить Кирилла, как вот получилось, да, что мы как-то падали, падали. Ну, какая-то, не знаю, я помню эту безнадегу. Я вот год за годом все хуже. Помню восьмое место. Я думаю, да что такое? Я не знаю, я, блин, патриот или кто, да, я должен плакать, сидеть. Потом бах, одиннадцатое. Ну, думаю, все, дно. Это дно. У нас двузначное место, думаю, все это дно. Ну, ладно, что же сейчас будет, что-то будет. И потом говорят, там, назначили какого-то нового, молодого. Я совсем тогда не был даже знакомства в этот момент. Вот. Ну, ладно, сейчас поглядим. Сейчас поглядим. И вдруг бах, второе. Но потом Кирилл честно сказал, что здесь не очевидно, что это лично его заслуга. Да, я помню, Кирилл, твое интервью. Ты говорил, что не очевидно, потому что иногда бывает и просто случай. Иногда ближе лететь. Иногда там какие-то еще факторы. Какие-то дети отдельно гениальные там вот в команде. Поэтому я бы тебе задал такой целый пакет вопросов. Пакет. Как устроена подготовка к международному? Что поменял лично ты? По сравнению с предыдущим тренером. Что происходит в других странах? Рассказать чуть подробнее про свои впечатления. В 18-м году ты когда-то впервые, да, Биллс? Ну, там, в 19-м, когда ты не доехал. В 20-м, когда ты снова нас привез ко второму месту. Тут ехать не надо было просто. Тут не надо было ехать. И последний мой вопрос в этой группе, это роль гения. Насколько она велика? Если какой-то один школьник, реально гений, насколько это влияет? Какой-нибудь маленькой стране появился гений? Докуда он дотащит эту маленькую страну? А если в большой, серьезной олимпиадной стране появился сильный гений, он как бы может сделать, грубо говоря, с пятого на первое? Или, скорее, это вряд ли один или два гений? Ну, вот что-то такое. Слушай, давай, да, значит, ну, во-первых, рассказывать все, как мы готовим, это бесконечно долго, потому что, там, если мы говорим, да, в формате даже конференции, там, просто обзор, да, это занимает 10 минут разговора. Вот, если коротко, ну, что мы изменили? Мы просто добавили количество мероприятий, добавили в каждом мероприятии больше учебы, потому что, ну, раньше больше было сосредоточено на отбор, вся работа, ну, тренерского совета, когда он назывался. Сейчас мы много сосредоточились на том, чтобы проводить занятия, которые конкретно для этих ребят, чтобы в течение года они больше делали. Ну, и немножечко оживили конкуренцию за счет увеличения, опять же, количества отборочных мероприятий, за счет какой-то среды, вот, скажем так, мы создали, да, некоторую среду, в которой вот они варятся, эти ребята, ну, и понятно, что это дает какой-то результат. Там, изначально, предвидеть, что будет, там, второе место, третье место, какое место будет, это невозможно было. Сейчас, ну, мне кажется, что мы вот вышли на какой-то уровень, что мы можем претендовать на второе. Я вообще не собираюсь даже утверждать, что в следующем году тоже будет, там, первое, второе, третье место. Понятно, что конкуренты тоже работают, тоже трудятся, у них тоже есть гениальные ребята и тоже есть гениальные педагоги, и просто они тоже хотят занять место повыше, а там, ну, как получится, так получится. То есть реальное изменение было в том, что мы стали над этим просто работать сильно больше и больше об этом думать. Ну, и плюс, у нас очень хорошая компания, которая собралась, которая с этим работает. Вот, значит, про то, что там вот гений, может ли он вытащить команду вверх. Вот, смотри, надо понимать четко, что результат команды – это сумма результатов шести участников. И если у тебя в стране один гений, а все остальные далеко не гении, вот, то даже если у тебя у этого гения будет 42, а у остальных, прости господи, будет ноль, то не в сумме будет 42, да, а у нас там вот 200, условно говоря, баллов, да, под 200. Поэтому один гений не вытащит в страну, другое дело, что когда у тебя есть какой-то гений, есть гениальный педагог, это тоже очень важно, чтобы были люди, которые готовы готовить, вот, то они за собой еще подтянут других ребят, то есть у них будет не ноль, там, ну, хотя бы 21, там, 25 баллов, предположим. Ну, и тогда, конечно, это команда за счет того, что есть человек, у которого, там, 42, 42 – это выдающийся результат. Ну, это, да, это полный балл. У нас 42 очень давно не было, и это, ну, прям, не такая простая история, то есть я не готов давать рецепт, да, я не готов гарантировать, не готов, там, сочинять рецепт, в который я сам поверю, что вот именно этот рецепт сделает так, что у этого человека будет 42 балла. Вот, поэтому, как бы, вот это 42 плюс какие-то хорошие результаты тебя поднимет, там, в десятку, условно говоря. А, в целом, ну, да, да, то есть вот, а в целом, чтобы претендовать на вот эту вот высшую лигу, надо 200 баллов за 6 человек набрать, то есть, ну, давай, 33-34 балла надо в среднем получать. Но в этот раз, как я понимаю, у нас было 185, да, у Китая было 185, да, у Китая было 185, да, и они очень сложные, да, в эти задачи в этот раз? Смотри, там задачи не то, чтобы прям гиперсложные, там сложные, конкретные задачи, да, конкретные задачи сложные. То есть, шестую задачу, ну, на мой взгляд, решить, ну, наверное, правильный ответ нельзя, вот. То есть, там, легко набрать балл. Сколько ему все это получить? Можно легко, а сколько? Да, да, ты просто там, ну, вот я сам когда решал, там, за минуту придумалось, вот, за что дает один балл, потом еще за 10 минут еще одна идея, которая дает тебе тот же самый балл, потом еще за 10 минут еще три идеи, которые дают тот же самый один балл. И ты вот сидишь и крутишь, шумевая идея, тебя приводит к той же самой. И ничего нового у тебя не получается. И только вот потом ты начинаешь понимать, что ты, в принципе, не о том думал. Ну, это много времени прошло, и понятно, что ребятам было еще сложнее. Так, но единственный человек, который набрал от 1,42, это китайцы, да? Да, ну, китайцы, что ты хочешь от Китая? Знаешь, что в Китае людей живет? Ну, я знаю, в 10 раз больше, чем у нас, просто ровно. Да, ровно в 10 раз больше, ну, по официальным данным, по каким-то. И это, разумеется, сказывается. Это сказывается. Ну, это, разумеется, сказывается, потому что, если у нас, ну, там, в среднем, да, рождается какой-то гений, то там в 10 раз больше, значит, соответственно. И даже если мы выявляем гениев там в 3 раза лучше, чем они, то в итоге получается у них больше гениев. Ну, плюс, конечно, у них немножко другой менталитет, им более понятно, за что они бьются. То есть для них это, наверное, более серьезно, чем у нас история. То есть это как бы, это понятно, что твое будущее, да, от этой Олимпиады гораздо больше зависит, чем в нашей стране. Да-да-да, чуть-чуть больше, то есть так сходу не объяснишь, но... Разница между победителем Сероса и призером Межнара не то, чтобы настолько сильно велика. Ага, вот у нас вот в отношении людей. Грубо говоря, победителей Сероса сколько? 20? Меньше, наверное. Победителей Сероса, я так врать не буду, мне кажется, там, полтора десятка, наверное, в год. Полтора десятка в год. И они все, вот как у тебя устроено, они все входят, да, в команду, с которой занимаются весь год? То есть последних шесть ты отбираешь уже на каком-то последнем? Да-да, мы сначала отбираем за год до самого Межнара, со Серосом мы отбираем детей, там, победители, призеры, потом у них проводится одно мероприятие, там их становится меньше, потом другое мероприятие, еще меньше и так далее. То есть там, ну, совершенно понятная технология, да, то есть чтобы попасть на Межнар, ты должен за год до этого быть победителем, ну, вот быть там в двадцатке своего класса в Сероса. Да-да, приблизительно в двадцатке, 20-25 человек там. Ниже уже все сложнее. Вот, и дальше там ты постепенно растешь, развиваешься, конкурируешь и, соответственно, проходишь. Никак иначе. Да, я понял, я понял. И вот здесь тоже, да, важно было, что здесь увеличение. Слушай, а вот это все вот увеличение мероприятия и так далее, оно сейчас как-то никаких, да, препятствий не вызывает. То есть это поддерживается в целом. Ну, вот как ты, так сказать, что вот, мероприятия еще, пройдешь, это же какие-то там деньги, 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 это все выделяется. Не-не, там государство платит за все эти сборы. Оно оплачивает, да? Да-да, там государство, Сириус помогает очень сильно, поэтому, в принципе, все это работает, никаких особых проблем с точки зрения, ну, вот, поддержки, да, внешней нет. Я понял, я понял, да. То есть можно, в общем, заниматься столько, сколько ты считаешь нужным. Так а ничего же не надо? Чтобы проводить сборы, это не все занятия, которые проходят. Вот сборы провести, это надо кого-то вывезти, надо куда-то их поселить, чем-то накормить зачем-то и так далее, и тому подобное. Может быть, там зарплату кому-то заплатить. На это денег плюс-минус хватает, а мероприятия, которые у них проходят дома, то есть они сами что-то делают, никто им не мешает. И это стоит не очень дорого, ты должен что-то заплатить педагогам, которые составили это занятие, потом проверили. Вот, ну, это не такие большие деньги, поэтому не так сложно. Ага, слушай, еще вот я помню, ты говорил, что ты вывез из Сириуса их в какую-то деревню, да, где-то ты... Слушай, в деревне это было все очень просто. Смотри, в Сириусе летом очень жарко, и там было как-то сложновато организовывать сборы, а до этого сборы проходили в компьютере, это Тверская область, там погода просто классная, вот, то есть там ни жарко, ни холодно, и моря нету, вот, в который тебя не будет купаться. Поэтому там как бы просто реально комфортнее готовиться, то есть по ощущениям. Да, понятно. А вообще промежуточный сбор у нас в Сириусе проходят многие. Да, слушай, все понятно. Тут вот вопрос еще из Латвии, что нам нужно, чтобы быть в первой тройке, но не очень понятно, это относится к Латвии или к России. То есть, ну, если к России, то я просто отвечу за Кирилла, что мы, вот, если что, мы в первой тройке уже. Да, у нас и так все нормально вроде бы, пока что. Но мы же не можем, гарантированно быть первыми, действительно, в этой ситуации сложно. А почему Индия не справляется? У него же тоже полтора. Слушай, я думаю, что у них просто не такие четкие традиции образования, не так четко они сами по себе люди устроены. То есть я... Не выстроено, типа, да? Ну, я не знаю, мне кажется, индусу более такие раздолбай, что ли? Хотя я с ними, честно говоря, не общался никогда. Да, понятно, понятно, понятно. А ты был в Индии? Я никогда не был в Индии. А в Китае? Никогда, и ни там, ни там. А в Ухане был? А в Ухане не был. А я был. Нет, я вообще в тех краях не был никогда. И, честно говоря, не то чтобы как-то очень стремился. Немножко меня отпугивает ситуацию, где я попаду в... Там, где ничего не понятно вообще на улице. Ну, то есть вот... Ну, как бы... Вот эти обзоры какие-то... Ну, не знаю. В общем, я... Хотя именно просто вывески будут смущать, да? Да, да. Ну, в общем, как-то так. Да, я не езжу. Вот. Так. Ну, слушай, с подготовкой. Да, я примерно понял. Еще, если, значит, что касается Олимпиады, такой вот непосредственно брутальный вопрос. Это вот... Ну, грубо говоря, что такое 10 первых мест? Это начиная с каких баллов из 240 возможных? Ну, там из 254 получается, да, возможно? Ой, 252. Давай посчитай. Давай аккуратно. 42 умножить на 6, правильно? Да, 252. 252, да. Да-да. Вот начиная со 150, это уже десятка или это нифига? Слушай, во-первых, это год от года по-разному. Там бывают разные варианты разной сложности. Ну, давай я тебе врать не буду. Сейчас я что-нибудь Гошу спросил. Я тебя загуглю. Вот. Я тебе скажу просто точно, чтобы так вот никого не обманывать. Да. А вот, значит, про Георгия. Вопрос первый же, который прислали, это канал QWERTY. Как ты там появился? Ну, там история была такая полуслучайная. То есть у меня есть такой знакомый из знакомых Кирилл Масленников, довольно известный астроном по меркам, по крайней мере, Санкт-Петербурга, точно работает в Пулковской обсерватории. И он вот снимался на канале QWERTY, его спросили, нет ли у него какого-нибудь знакомого математика, который может доступно изложить что-то широкой аудитории. Он почему-то подумал про меня, вот написал мне с тех пор пару лет, я не знаю, сколько я у них снимаюсь. То есть ты, грубо говоря, играешь, ты играешь примерно такую роль, ну, прости за, может быть, какую-то аналогию не вполне адекватную, но это вот как Серега Ивановский, у которого я записываюсь у Гоблина. Ты также на QWERTY, как вот Сергей Тант, ты также здесь, да? То есть на большом... Если бы я знал, кто такой Сергей Ивановский, я бы, наверное, согласился. Гоблина знают. Ну да, у него просто есть естественное научное дело, и он позвал одного парня, с которым мы очень много чего записали. Очень прикольно, надо сказать, что, так сказать, ну... То есть Гоблина вообще в эту деятельность не лезет, он просто дает ему, ты вот записывай вот это вот, и... Понятно. Там сложно сказать, маленькие это разделали, большое, там сейчас есть просто несколько направлений, ну, вот одно из них называется реальная математика, и вот там как раз... И ты-то ее ведешь? Да, так и есть. Так, тут спрашивают почему-то именно тебя, хотя, наверное, Кирилл этот вопрос тоже может относиться, как мотивировать ребенка, школьника, студента учиться? Ребенка, школьника, студента, видимо, тут так. Ну, давай я отвечу за ребенка, школьника, а ты за студента тогда. Я за студента или я за тихоник? Слушай, ну, отыграй свою собственную роль. Хорошо. За себя ответить, как ты себя мотивируешь. А, за себя отвечу, да. Мне так кажется, что, во-первых, исходно дети, в принципе, мотивированные. Тут скорее задача не убить у них мотивацию, и вот не отбить желание, потому что исходно ребенок, когда знакомится с чем-то таким новым, ему, в принципе, это в кайф. Вот если ты ему в течение, там, года или двух методично будешь показывать, что математика-то скучно, у него нахрен это сошибет всю мотивацию, да, и тогда уже трудно будет его обратно зацепить. Вместе с тем, если к тебе попадает уже такой убитый, то, ну, как его можно зацепить? Его можно зацепить каким-то собственным азартом, драйвом, какой-нибудь задачей, которая сформулирована на его языке, то есть, как показывала практика, если дети получают, там, на контрольной работе задачи, в которых, там, я не знаю, главный герой – это персонажи Гарри Поттера, да, их это почему-то цепляет гораздо больше, чем задачи про Васю, который едет в поезде, ну, условно. Или на тракторе. Да, такие вещи их цепляют, их очень цепляют задачи личные для них, если используется какая-то история из вот их класса, типа, вот вчера это произошло, а на следующий день ты дал это вот в дополнительных задачах в домашке, и они такие, блин, да, это же вот про нас, вот с Пети, вот мы тут поссорились, вот мы, да, 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 то есть это контекст добавляет какой-то, это прикольно. Ну, и, в принципе, когда учителю самому интересно, мне кажется, что и ребенку становится интересно, ну, куда без этого. А если учитель говорит, ну, сегодня мы будем, да, с тобой решать квадратное уравнение, читай страницы 16-19, ну, какая тут может быть, ну, кроме учителя еще родители могут подбавить, да, сказать, там, просто, когда родитель сам говорит, что тебе это не понадобится, вот мне эта математика ваша вообще не понадобилась. Ну, да. Вот она мне не нужна. Ты-то, конечно, учись, учись хорошо, как можно лучше, но я тебе точно говорю, что мне математика в жизни не пригодилась, как бы, о чем, о какой мотивации после этого можно говорить? Ну, кстати, по приколу, у меня недавно было два подряд урока в А-классе и в Б-классе, и я на обоих должен был рассказать схему Горнера. Ну, такая довольно техническая штука для того, чтобы... Да, делить многочин. Да, а я сам честно скажу, я схемой Горнера, ну, вообще не пользуюсь, то есть я как-то либо устно в строчку пишу, либо иногда там в столбик делю, но не Горнером. И вот я для интереса, одному классу я сразу сказал, ребята, короче, я вам сейчас рассказываю, ну, это надо рассказать, но вообще вот я этим не пользуюсь. Ну, это делается вот так, а вообще, ну, вы все уже умеете, вы делите в столбик там и так далее, да. И потом, значит, даю самостоятельно. А другому классу я говорю, ребята, сегодня, короче, мега-лайф-хак. Значит, это схема Горнера, это просто огонь, вы сейчас вообще убьете задачу под названием делим. Вот, значит, результат очень предсказуемый. В первом классе два человека использовали схему Горнера, когда нужно было поделить, во втором без трех. Ну, да. Ну, то есть, в честном виде. При том, что, да, то есть, при том, что, ну, классы, ну, они чуть-чуть отличаются по уровню, но не сильно. Слушай, со схемой Горнера конкретно там слово схема, на самом деле, оно закладывает вот куда-то себе в мозг бьет, потому что там схема, вот. То есть вот не просто там метод, да, а именно схема. Да, потому что метод, вот там метод решения задачи. Ну, метод и метод, вот еще один метод. А тут схема. Вот я не знаю, куда она именно ударяет, но она как-то по-другому работает, то есть реально как будто цепляет. Я помню, что когда я делал уроки, вот там же такое было. Хотя, конечно, не то чтобы это супер гениальное изобретение человечества, именно схема Горнера. Я могу сказать, как мотивирую я. В этом есть некоторый обман, который сильно не нравится, например, определенным людям из Великого Института Стекловки в Москве. Вот, смотрите, я начинаю лекцию и говорю, сейчас про эллиптические кривые расскажу, да. Ну, студенты так, кто-то спит, кто-то не спит, но там, если это ко мне пришли, все-таки не то, чтобы прям сразу спят, да. Ну, по крайней мере, интерес такой, ну, как плавающий. То ли нам интересно будет, то ли нет. Мы сейчас подумаем, да. И тут я говорю, вот смотрите, Y2 равно X2 плюс 7. Это что такое? Кто знает? Тишина. Не знает никто. Множество. Вообще уравнение, да. Да, уравнение. Да еще точки на плоскости. Множество, да. Я говорю, ну, это кривая описывает криптовалюту биткоин. Все. И дальше, значит, весь зал слушает сложение точек на эллиптической кривой. Потому что оказалось, что это биткоин. Я не обманул, это правда биткоин. Но, понимаешь, я зажег их интерес к нечестным методам. Они заинтересовались неэллиптическими кривыми. А биткоину? Понятно, да? Слушай, ну ты мог еще собой заинтересовать, было бы еще нечестно, да? Ну, то есть вот так, да? Но я сам не знаю, как мотивировать. Я думаю, что никак, действительно, как бы, только вот если вот такие приемы, они просто не сработали, то уже точно никак. Ну, вот какие-то, да, такие приемы бывают. Но в целом, конечно, я предпочитаю, чтобы пришли уже мотивированные. И тогда на здоровье. Слушай, ну это можно перефразировать Тему, да, что никак оставайся там, где находишься. Тему, а, Тему... Лебедеву. Лебедеву, да. Ну, а, не знаю, да, я не знаю, что сказать, если честно, не знаю. Я сам себя не мотивирую, я всегда замотивирован. Если они книги по математике, я хватаю ее и читаю, пока меня не оторвут через три минуты звонков. А потом ты переворачиваешь и читаешь ее с нужной стороны, да? У меня есть одна моя любимая книга, я все время ее читаю. Айрон Гроллзен. Классическое введение в современную теорию чисел. Я ее обожаю. Я могу ее читать в любой момент, в любой строке. Ну, только не очень далеко от того, сложно. Вот. Ну, так вот. А пока продолжим. Значит, ты говорил про баллы, что они в разные годы разные, да? Да, да. Я посмотрел там за последние три года, там, 160-170 баллов на 10-е. Это 10-е место, да? Да. Ну, то есть... Ну, если ты 6 поделишь, это 20... Да. То есть, если мы попадаем с этого 10-го места, это какая-то полная катастрофа. Это непонятно что. Нет, там был вариант не очень удачный, прямо скажем, когда выпали, да? Когда вот это было 10-е место. Ну, и в целом просто так вот сложилось, что не очень хорошо была команда подготовлена. Вот. Ну, сейчас вот мы что-то поделали, вроде лучше стало. Будем надеяться, что дальше будет лучше. Да, понятно. Ну, ты будешь надеяться, я буду работать. Я буду надеяться, у меня еще вдруг случайно сын попадет. Ну, неизвестно. Он говорит, пап, нет, я не влезаю, я прям в 20-ку не хожу. Ну, может, и войдет потом. Ну, в общем, посмотрим, да. У тебя детей много, как бы. Да, много. Много вариантов, как бы. Ну, не как китайцы. Вот. Да. Мне просто твоя вероятность, стать отцом междунарника выше, чем в среднем популяции. Наверное, да. Наверное, да. Да. Спорт там выше. Вот. Тут еще спрашивают, вот что с другими странами? Они, видимо, подтянулись, что ли? Когда-то мы там были, вот, когда-то в Советском Союзе мы как-то играем еще, да? Занимая первые и вторые там места, да? А сейчас нужно для этого... Да, ну, видишь, люди занимаются этим, потому что Олимпиады, ну, проникают все глубже и глубже. И как раз математике учить, ну, грубо говоря, не так уж сложно. Потому что тебе не нужно специфическое оборудование. Тебе, ну, достаточно почитать какие-то вот книги. Ты можешь, читая зарубежные источники, если тебе горят глаза, и ты сам интересуешься, ты можешь поднимать других людей, которые в «Гре престолов» вот так вот поднимаешь. А я даже не знаю, что это такое. Да, я не знаю. Нет, тут «Король ночи» поднимал трупаков там. Я не знаю. Вот так же можно смешно. Но наши-то слушатели, конечно, читали это. Ну, вот ты тоже, может, почитаешь, посмотришь, порошаешься. Слушай, а про информатику. Вот как-то вроде мы вообще, да, всегда чемпионы? Слушай, там вроде около того. Слушай, я не знаю. Ладно, это будем отдельно. Давай я так. Отдельно когда-нибудь будем выяснять, как у них это происходит. Может быть, действительно меньше стран участвуют активно? Ну, у них просто немножко все по-другому. Все по-другому. Хочешь стать олимпиадным, конечно, а вокруг никого нет. Ноль. Что делать? Ну, во-первых, все-таки при наличии интернета вокруг много чего есть. Надо просто, да, примерно знать, где искать, что искать, кого и так далее. Более того, есть куча ресурсов, которые бесплатные. То есть там не нужно каких-то бешеных ресурсов для того, чтобы войти. Вот. Ну, да, надо знать этот список, но он есть открытый. В общем, есть куча людей, которые, если что, могут сориентировать тоже абсолютно бесплатно. Просто надо на это дело подписываться. Это во-первых. Во-вторых, ну, есть, да, много всяких книжек, онлайн-кружков, в которых можно тоже участвовать. И так, если человек сам мотивированный, готов действительно работать, то, пожалуйста, есть разные программы. Там тот же Sirius, насколько я знаю, устраивает же программы по регионам. И если ты… Да-да, оригинальные смены, ты можешь пройти, попасть там, до учиться. Там, опять же, там же вся фишка даже не только в том, что ты за эти три недели там выучишь математику, а скорее тебя заметят, тебя выцепят, тебя будут потом как-то догонять, что называется, да. Сопровождать хоть. Да-да-да. Кто-то там переезжает просто в другой регион, кого-то поддерживает. А прямо можно переехать в Сунц, да, поступить? Не, ну, теоретически все можно. Не очень хорошая история. Это не лучшая идея, но я к тому, что так тоже можно. Есть, ну, интернаты сейчас, по-моему, 2-3 дней уже открылся, интернат. Да, давно уже. В тридцатке, по-моему, есть интернат в нашем городе. Да-да-да, то есть там вариантов-то очень много. Было бы желание, а дальше все зависит от возможности. Понятно, что если есть возможность там условно найти себе какого-нибудь тренера, который будет тебя курировать как-то дистанционно, тоже, наверное, это лучше, чем все делать одному наугад. Еще лучше подключиться к какому-то онлайн-кружку, в общем. Вариантов много. Так, тут еще вопрос, с которого, на самом деле, надо было бы мне начать, но у меня все через задницу, так что все нормально. Я сейчас задам. Где вы учились, друзья? Ну, я могу, я точно знаю. Школа или институт. Я уверен, что вы оба из 10-39. Ну, да, из одного класса. Нет, ну, в 20-39. Я не знал этого, я был в этом уверен. Ну, в 20-39 классе. Секунду, мы на двоих проучились там 6 лет. Это не то, чтобы так много, прямо. Поэтому, да, мы оба закончили в 10-39, мы одноклассники. Потом мы оба учились на матмехе с ПБГУ. А, дальше вы оба научились? Но, правда, на разных специальностях. То есть, Кирилл, насколько я, на чистой математике, а я на системном программировании. А, ага, вот так, да? Ну, в общем, потенциальные учителя, сразу понятно. Ты же программист, короче. Да, да, да. Ты же программист. Типа того. Осетитель планеты. Так что учились там. Ну, и плюс мы вместе, собственно, с 6-го класса ходили в кружок по олимпиадной математике в 13-39. Это, да. Ага. Так, тут спрашивают Георгия. Ну, видимо, Кирилл, все знают, чем занимается Кирилл, а именно готовит сборную. Про тебя спрашивают, чем ты занимаешься, кроме популяризации науки и математики? Работаешь ли как математик? Над какой темой работаешь? Что за тема? Расскажи, если работаешь. Ну, и там что-то про применение даже. Ну, в общем, я не знаю, нужно ли до конца дать что-то. Не нужно, потому что я не математик. Это правда. Значит, я, смотрите, закончил действительно матмех, пошел в аспирантуру по чистой математике. Занимался какое-то время дифурами и динамическими системами. Понял, что мне это очень скучно. И с тех пор я вот наукой прям не занимаюсь. Я ушел в школу, то есть я себя позиционирую исключительно как учитель математики, а не как математик. Я прекрасно понимаю, что как математик я, в общем, ну, не то чтобы совсем никакой, но близок к тому. То есть я считаю, что моих знаний достаточно, чтобы попытаться там разобраться в каких-то несложных, может быть, базовых математических вещах, таких научных, и простым языком, понятным, рассказать их более широкой аудитории. Вот это я и делаю на канале Кверти. В сущности, я тоже примерно тем же занимаюсь. Ну, я думаю, что математика, ты знаешь, чуть посильнее, чем я, но вот... Ну, это просто хобби, я не занимаюсь ею как математик, я просто ей ужасно интересуюсь. Ну, я больше интересуюсь именно преподаванием математики, то есть я скорее оттачиваю мастерство донесения этого материала до ребят, иногда там до взрослых, но не вот какая-то вглубь история. Так, еще вопрос. Есть книга «Канель Белов и Ковальджи. Как решать нестандартные задачи?» Как относитесь вы оба к этой книге? Ну, давай, Кирилл, ты. Да, прекрасная книга. Другое дело, к чему ты готовишься, там, к совсем топовым олимпиадам, конечно, по этой книге ты не подготовишься, но если ты хочешь познакомиться с так называемой олимпиадой математики, в принципе, вполне достаточно. Ага. Ну, для того, чтобы начать вполне, там вполне достойным, приличным языком написаны математические идеи, как, что и куда. Гоша, ты тоже, да? Да, очень хорошая книжка, хотя я бы не выделил вот именно ее, то есть есть и многие другие книги, в которых тоже довольно прилично... Ну, здесь название просто броское. Ну, да, да. И, в принципе, оно соответствует немножечко. Не, ну, есть тоже очень броские названия, типа «Что делать, если задача не решается», которая тоже очень близка, там, Финкельштейн, по-моему, книжка. Ну, есть такая тоненькая тоже. Есть там условные ленинградские математические кружки, где, в общем, в меньшей степени, но тоже можно понять. Ну, то есть, короче, книжек-то много. Да, для ознакомления такие. Есть просто книжки с листочками в матшколу главных. Ну, книжки с листочками в матшколу – это, наверное, плохой способ знакомиться с олимпиадной математикой, а уж там, не знаю, сборники международных задач международных олимпиад – это самый плохой способ знакомиться с математикой. Все, на самом деле, надо просто решать, да, как нужно больше, в общем-то, да, если так тупо говорить вот совсем. Если тупо, да, чтобы накачаться, надо хорошо решать задачи. Чтобы решать задачи, надо решать задачи. Надо решать задачи. Ты просто берешь и идешь, качаешь свой мозг. То есть, ты хочешь в такую математическую качалку. Да, понятно, понятно. Вот это да, это у меня даже… Ну, под руководством опытных тренеров, которые ставят тебе технику. Да-да, ставят тебе технику и не дадут убиться, как-то. Да, да. Так, у нас вопрос к Георгию. Кто придумывает темы сюжетов на Кверте? Ты сам или редакция? Ну, скажем так, я предлагаю. Редакция может их подкорректировать, одобрить, не одобрить. Они говорят, что, слушай, вот это, честно говоря, вообще нафиг не будем снимать. Это даже мы не поняли. Не нужно. Вот. Так бывает. Иногда бывает, что, слушай, да, вот тема огонь. Давай только еще вот сюда добавим вот это вот это. Но это не то, что мне там кто-то навязывает темы. То есть, в принципе, это исключительно вот то, что я хочу, я рассказываю. Ага, прекрасно. Если будут, да, пожелания, вот я всегда открыт. Там ВКонтакте можно мне стучаться, Георгий Вальпсон. Пишите по желанию, что вот давайте про это снимем. Я, если интересно, сниму. Пишите, друзья, да. Пишите, мы увидим в комментариях к этому видео. И предложим Георгию эти темы. Да, без проблем. Вот. Еще у Георгия, который, на самом деле, скоро нас покинет, будет вести секцию на конференции здесь. Вопрос такой. Есть видео на канале Кверти «Решаем логические задачи» в прямом эфире с математиками Георгием Вальпсоном. Ты говоришь, что в России вуз гораздо сильнее, чем в США. Ну что, правда такое говорю? Так, значит, тем более, что большинство вузов платные на коммерческой основе. А почему все говорят об МАИТ, в всяких университетах Лиги Плюща, и не говорят о наших, за исключением МГУ и МФТИ? На самом деле, я не везде понимаю, что здесь ты, да? Возможно, имелось в виду, что это я говорю, что МФТИ и матфак вышки, например, значительно выше, чем... Я мог такое сказать, хотя лекцию тут снимали мы года полтора назад, поэтому я, честно говоря, уже с трудом помню, что именно я говорил. Ну вот у Володи вышло, у Володи этого самого, там, в интернете есть такой парень, недавно мы с ним тоже коллаб делали, Форт Бэр, математика. Володи Зубков. Он тоже, он говорит, что в рейтингах, там, типа, наши сильно ниже, а как только Олимпиады нормальные, тут же меняются листами, и оказывается, что наша команда побеждает. То есть рейтинг это какой-то там безумный мухлёж, с твоей точки зрения. Ну вот тут, да. Смотря на то, что ты просто, смотри, что ты считаешь. Кто считает, тот и молодец. Ну да, вопрос именно, что такое лучше. То есть я, скорее всего, имел в виду, я уже не помню, как я конкретно там говорил, но, скорее всего, как раз имел в виду, что если мы говорим там про ту же математику, про программирование, про какие-то области, которые мне близки, то в России этому научиться можно уж точно не хуже, а мне кажется, что лучше, чем за рубежом во всех вот хвалённых MIT. При этом, да, есть понятие бренда, и если для кого-то там напиток Байкал на порядок вкуснее, чем Кока-Кола, вы понимаете, что по миру всё равно Байкал будет пользоваться меньшим спросом. Дело не в том, что он хуже. Он, может быть, даже натуральнее там и что угодно, но вот, ну, не Кока-Кола, к сожалению, да, не раскручен. Поэтому... Ты не хочешь перейти на патриотичный канал Яцукен? Да, да, да. Яцукен? У тебя на место Кверти, да? Вместо Кверти. Ой, я, да, 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 я, кстати, да, я не сразу понял даже, что канал Кверти – это вот эти буквы. Нет, Кверти – это оно, да. Ну, меня пока вот, я не настолько крут, меня не позвали ещё на Яцукен, но когда позовут, да, я обязательствую. Но он есть, да? Реально есть или нет? Нет, не знаю. Мы не проявляем. А то мы сейчас проявляем сочинение. Ну, они, понимаешь, они скрываются даже от зрителей. Вот. Ну, то есть, с другой стороны, если говорить, в принципе, про обучение в ВУЗе, ну, наверное, моё мнение не может быть экспертным, потому что я хорошо знаю про то, как я учился 20 лет назад, так, по рассказам знаю, как учатся мои выпускники сейчас в России и за рубежом, и, ну, какие-то выводы могу делать. Более точно, надо смотреть конкретные направления, конкретные специалисты, в ВУЗе. У меня вот полностью, да, соглашусь с Георгием, вот, последний. Ровно так. Да. Так, слышал ли ты, видимо, тут к обоим, что сейчас идёт тренд среди сильных школьников, готовиться на Олимпиады и получать там места, вместо ЕГЭ, грубо говоря. Ну, да. Вот. А как относитесь к этому? Видимо, вопрос к обоим, на самом деле, да, с вами по всему. И, возможно, и ко мне тоже, но я не знаю, что... Слушай, так это давно, вообще-то. Это, я тебе хочу сказать, что Олимпиады, да и в наше время были Олимпиады СПБКУ. ЕГЭ просто не было. Да, ЕГЭ ещё не было, но, в принципе, там были вот эти вступительные Олимпиады в ВУЗовске, к которым люди реально готовились. А сейчас, ну, понятное дело, что по ЕГЭ, там, насколько я помню, можешь меня поправить, но, по-моему, в московские ВУЗы там по трем экзаменам надо сумму иметь вот типа 300. Да, иногда там 305, да. Потому что этот самый Райверовский же добавляет 10 баллов в эстехи за индивидуальное достижение. Бывает больше этого? Да, и это мало реально, потому что я прекрасно понимаю, что там даже вот ЕГЭ по математике, ну, вот, я не думаю, что здесь присутствующие прям с гарантией все напишут на сотку, потому что... Ну, после того, как стало неполным, балл надо, там все нормально. Нет, все равно, ты знаешь... Я в прямом эфире пробовал. Ну, знаешь, что ты не облажаешься, 100%. Мне дали вариант, дал Коваль, Максим. Дал два часа, дал вариант, сказал, решай. Я решал, быстро торопился решить все задачи, сделал несколько ошибок, но решал на 90, кажется, 3, что ли. Ну, можно... Нет, понятно. Так что нельзя ли на фестех, поэтому он и пошел с другой стороны. Ну, у меня два часа было несколько... Ну, неважно, я к тому, что... Ну, все-таки не будем сравнивать детей, да, с уровнем. Я просто о том, что получить 100 баллов за ЕГЭ, это, в общем, местами лотерея, это зависит от задач. Там, бывает геометрия очень трудная, бывает 19-я такая, что ты, там, первые два пункта решаешь 30 секунд, а потом полчаса, вот, я сидел и думал над пунктом В, 19 задачи. Ну, как бы это не дело. Вот. А Олимпиада, когда, простите меня, там, третий диплом, иногда достаточно решить 4 задачи из 10, и этот третий диплом тебе дает 100 баллов за ЕГЭ. А вы с ними Олимпиадой говорите, честно. Да, так это вот, я так, про них и спрашиваю, потому что, в основном, дети же, не, ну, массово дети именно к ним. Нет, все раз это очень для избранных. А перечню Олимпиады, конечно, дети понимают, что выгоднее готовиться туда, тем более, что их дофига. Ты на одной провалишься, на другой провалишься, третью, все будет хорошо. Плюс, там, насколько я помню, многие Олимпиады работают же не только за 11 класс. Там можно написать Олимпиаду в 9-м, получить диплом, и он тебе защитется. Я не знаю. Ну, вот, еще пару лет назад было. Я не знаю, сейчас. Там может все по-всякому, каждый год по-разному. Не важно. Там разное оно дает еще в разные вузы. Так или иначе, ну, понимаешь, что это более реально, дети не идиоты, они видят, что так можно. И, конечно, пользуются этим делом. Молодцы. Так, ну, на самом деле, тут еще вопрос отношения к ЕГЭ, но мы его, по-моему, уже, мы сейчас обсуждали как раз там ЕГЭ. Да, мы говорили. На самом деле, все вопросы более-менее заданные. Я со своей стороны, у меня со стороны есть вопрос, я просто не уверен, насколько на него можно коротко ответить. Вот, грубо говоря, предположим, что ты, Кирилл, ты, Георгий, вдруг решаешь, что нужно сейчас вот сделать, чтобы улучшить ситуацию с образованием в России. Вот сегодня, с математическим или вообще в целом школьным. Но вот, грубо говоря, ты Минобор, ты вот Минпрос, что твое следующее действие? Вот, ты Минпрос. Что есть сегодня вот самое большое? Я как понимаю, на самом деле в Олимпиадном движении у нас, в принципе, все зашибись. Ну, так, если так, грубо. Слушай, ну, не совсем. Нет, почему? Много что можно поменять. Ты видишь верхушку айсберга. Да-да, там, Олимпиадное движение, оно большое, оно расширяется. Там, за последнее время, выросло в несколько раз. Ну, я очень примитивно скажу, мне кажется, что за 10 лет выросло более чем там в 3-4 раза. В 3-4 раза. Более чем в 3-4 раза. Я понял, что это померить невозможно, да, в точности. Потому что ты же не будешь со всех, можно там, типа, я Минпрос, да, надо запросить так, срочно все, короче, предоставили списочную численность всех учащихся в этих брыжках. Сейчас мы, короче, будем это самое выяснять. Да, по списку выяснять. Вот, соответственно, там еще возраст, пол, вот все надо обязательно выяснить. И послезавтра. Нет, если... Серьезно, ты видишь только куски, ты видишь какие-то внешние проявления. Ты видишь, что происходит на сервисе, сервис стабилен, плюс-минус стабилен, количество детей нестабилен. Да. Значит, ты видишь результаты ЕГЭ и перечневых олимпиад. Что ты еще видишь? Твои собственные ощущения? Твои собственные ощущения зависит от того, в каком классе твой ребенок. Ну, я вижу еще и с кем ты общаешься. Когда я езжу с лекциями, но дело в том, что это очень грустная история, что когда я вижу обычный класс, это очень грустно. Ну, вот я... Подожди, ты видишь тех, кто к тебе пришел. И все равно это бывает грустно. Это уже сильное возмущение в то, что ты видишь. Ну, да. В отличие от средних. Ну, то есть, нет, я как раз про олимпиадную. Я хотел сказать, что в олимпиадной вроде как вот мы работаем, ты отлично там действуешь. Сейчас, Слеж, мы работаем. Я не один работаю, у меня коллеги работают. Люди ведут кружки по команде. Множество разных команд, которые ведут кружки в разных регионах. Эти много... Они делают... А бывают вот какие-то неправильные вещи, крысиные всякие, какие-то чиновники пытаются своих детей пытаются ставить какие-нибудь олимпиады. Такое случается или нет? Слушай, я про чиновников в олимпиадах как-то не в курсе. Ну, что-то такое, какая-то подлость вот такая. И ты не встречал такого? Не встречал. Такотолку. Ну, вставят. Ну, вставят. Это бесполезно, на самом деле, делать. Надо и вставить, и потом, чтобы мы еще, видимо, что-то там насчитали или кто-то нарешал. Там была какая-то давняя мутная история с приписыванием каких-то там призеров. Но это было не то, что там на олимпиаду привезли ребенка и там ему нарисовали какие-то баллы, а просто там кому-то выдали диплом, хотя они должны были выдавать. Но это давно достаточно было. Так сходу не скажешь, сколько лет назад. Ну, больше пяти, кажется. Да больше десяти, мне кажется. Ну, может, да. Понял. Но про общую ситуацию с образованием не олимпиадного рода. Слушай, ну, ты, знаешь, такой простой, да, спрашиваешь, типа, ну что, пацаны, давайте сейчас быстро накидаем такой план, как сейчас мы улучшим образование российское. Вообще там люди тоже работают, что-то думают, обсуждают, иногда спрашивают кого-то, в том числе Георгий спрашивает. Меня что-то кто-то именно спрашивает. Ну да, понял. То есть вы на самом деле иногда и участвуете вполне советами. Ну, в какой-то мере. Но я вот так не знаю, что надо первое делать, чтобы получить математическое образование в России. Вот первое. Там, не знаю, хорошо, 10 ты попросишь накидать, чтобы не ухудшить. Я, наверное, я, наверное, вот возьму там тайм-аут на денек и через денек тебе назовут десятку, чтобы не ухудшить. Чтобы не ухудшить. Я думаю, вот что же самое. Ну, я только добавлю, я абсолютно согласен с Кириллом, что вот так, наверное, четкого рецепта за секунду никто тебе не даст. Но единственное, вот что я могу сказать, моя полная убежденность, что все упирается исключительно в кадры и любые проблемы надо начинать лечить не с детей, а исключительно с даже не учителей, а будущих учителей. То есть, мне так кажется, что вот если у нас там через какое-то время в профессию придут действительно классные люди, то дальше уже через них можно транслировать те 10 идей, которые придумает Кирилл за сутки. потому что... Да, да. Ну вот, конечно, все в людей выпирается. И с людей, которые должны еще не мешать работать. Ну и это тоже, мне кажется, что с этого стоит начать, то есть подумать, может быть, даже не про то, что у нас сейчас, а про то, какие учителя у нас готовятся, кто у нас вообще идет в учителя, в профессию и так далее. Ну, престиж профессии в том числе. Ну, это уже большой пласт вопрос, опять же, это, я не думаю, что мы тут сейчас за пять минут что-то разрушаем. Не, ну, что мы думаем, это думать за минуту. У меня был кризис. 30 секунд, еще на ребят здесь подумают. Да. Друзья, спасибо огромное. Отлично, получился такой экспромтный разговор про олимпиадную математику. Спасибо огромное, Георгий, спасибо, Кирилл. Друзья, спасибо всем. Маткульт, привет!